Приветствую зрителей Политека, я Екатерина Шумила, Алексей Кущ, экономический эксперт, сегодня с нами. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Власть планирует ввести полный локдаун в Украине, даже названы примерные даты с 25 декабря по 15 января. Ну а уже предприниматели готовят новый бунт, они планируют выйти под стены Верховной Рады для того, чтобы высказать свое нет карантину. Достаточно ли сделало правительство хорошую, скажем, благоприятную обстановку для предпринимателей, чтобы отправить их на карантин? К сожалению, правительство оно сделало явно недостаточно ни для предпринимателей, ни для населения. Но в данном случае проблема в том, что те мероприятия по поддержке малого бизнеса, которые разрабатывались в нашем кабинете, но они разрабатывались явно человеком, который был очень далек от реального сектора экономики, который, наверное, в нашем реальном секторе экономики никогда не работает. Потому что все эти мероприятия, они оставляют за бортом так называемую теневую часть экономики, теневую занятость, теневую оплату труда и так далее. То есть это все касается очень узкого сегмента предпринимателей, которые, по мнению правительства, пострадали от введения карантина выходного дня. То есть там есть четкая система квэдов, по которым подбираются эти топы. И есть очень жесткие требования о том, что помощь оказывается только в пределах тех штатных работников, которые отчислились в течение всего третьего квартала. То есть, по большому счету, если мы возьмем структуру рынка труда в Украине, структуру занятости, структуру фонда оплаты труда, то мы увидим, что 70-80% наемных сотрудников и тех же ФОПов, они как бы эту помощь получить не смогут. Тем более, сама помощь 8 тысяч гривен, она как бы явно недостаточна. Потому что сейчас, например, те же предприниматели, которые продолжают оставаться на полу, они нуждаются не так в налоговых каких-то льготах. Потому что, в принципе, ставки налогов, если быть откровенными, для ФОПов, они не настолько уже и высокие. Допустим, когда во время предыдущего локдауна государство ввело льготы для ФОПов по уплату ЕСВ, это сэкономило предпринимателю примерно 1200 гривен в месяц. По большому счету, мизерная сумма, которая явно никак не спасла даже малый вид бизнеса. Предприниматели сейчас нуждаются в кредитах как минимум на год, а лучше на два. Но не для развития, как это думают правительства. Потому что у нас почему-то правительство сейчас разрабатывает концепты долгосрочного кредитования малого и среднего бизнеса под какие-то инвестиционные программы и так далее. Они почему-то на строительстве решили, что в своих кризисах кто-то будет создавать какие-то долгосрочные программы развития. Предприниматели нуждаются сейчас в этом кредитовании среднесрочного на 1-2 года, но под пополнение оборотных средств. То есть, условно говоря, под выплату зарплаты, под расчеты с контрагентами, под закупку материалов, товаров, услуг. То есть льготные кредиты под 1-2% на пополнение оборотных средств. Желательно на один год, а может даже и больше. И что касается помощи, то понятно, что вот тот формат бизнеса, который сложился в Украине, ну, скажем так, специфика экономического уклада или особенности нашего национального ведения бизнеса, они заключаются в том, что очень многие предприниматели не смогут показать тех сотрудников, которые у них работали, но не числились, не смогут показать их реальную зарплату, потому что они смогут, допустим, предъявить государству для компенсации официальную зарплату, она может быть у сотрудника в размере 5 тысяч гривен на уровне минимальной. В то же время, может быть, реальные затраты предпринимателя на зарплату стоят 10 тысяч гривен этого сотрудника и так далее. То есть эти все меры, они явно не адаптированы к потребностям нашей экономики. Именно поэтому государству нужно идти от обратного, то есть выделять деньги социально незащищенным в своем населении, которые сократили сейчас существенно свои потребительские расходы, то есть в которых упало по те же способности. То есть нужно выплачивать 13-ю пенсию пенсионерам, 13-ю стипендию студентам, дополнительные социальные выплаты незащищенным в своем населении, это многодетным семьям, семьям с этим тормильцем и валидам. То есть давать деньги тем людям, которые больше всего страдают в период кризиса и больше всего в период кризиса сокращают свои расходы. А уже эти деньги понесут, а уже эти люди понесут эти деньги, условно говоря, на рынок, начнут покупать услуги, товары у тех же флопов, и таким образом как бы от обратного эта система поддержки экономики начнет работать. То есть у нас, к сожалению, правительство не может реализовывать масштабные программы бенефициарами или выгодополучателями, у которых были бы миллионы субъектов малого и среднего бизнеса. Просто для этого нет ни технических возможностей, ни институциональной готовности нашего Министерства финансов или Министерства экономики. Будем реалистами, не все, да, так где это, конечно, очень интересно, но если быть реалистами, мы понимаем, что воспользоваться этой опцией, этой помощи смогут далеко не многие. Поэтому нужно идти от обратного, нужно стимулировать поддержескособность спроса, выделять деньги социально незащищенным условиям населениям. А уже от этих групп населения деньги пойдут дальше, в том числе и в пользу тех флопов, которые смогут этим людям продавать свои товары и услуги. Таким образом, как бы этот круг восстановления экономики, он будет сформирован, но от правной точки должна быть помощь государству именно социально незащищенным условиям населениям. Алексей, спасибо большое за комментарий. Алексей Куч был на Политэко. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok